Добрый вечер дорогие телезрители и особенно телезрительницы. В эфире наш очередной на этот раз праздничный выпуск джентльмен шоу. И сегодня мне бы хотелось поздравить с праздником 8 марта не только женщин, но и мужчин. Женщин с их замечательным праздником, а мужчин с тем, что рядом с ними такие очаровательные женщины. А сейчас приглашаю вас всех в клуб одесских джентльменов, где уже полным ходом идет подготовка к празднованию 8 марта. Вы знаете, сэр, у меня проблема. Вот многие легко знакомиться с девушками на улице, а я, например, никак не могу на это решить. Тоже мне проблема, сэр. Если вы не можете познакомиться с девушкой на улице, приведите ее домой и там знакомьтесь. Слышали, джентльмены? Жириновский дал интервью журналу «Плейбой» и даже разрешил себя сфотографировать. И что, простите, без одежды? Пока нет, но обещал, что когда придет к власти, он им покажет. Вы знаете, сэр, когда я вижу красивую женщину, я буквально обо всем забываю. Даже о том, что вы женаты. Разве я женат? Конечно. Вот видите, я же говорю, что я обо всем забываю. Известно, как много проблем возникает у нас, мужчин, во взаимоотношениях с женщинами. Особенно, если эти женщины чьи-то жены. Справиться с некоторыми из этих проблем как раз и помогает фирма, которую недавно открыл один предприимчивый бизнесмен, кстати, бывший майор спецназа. Даю вводную. Муж неожиданно возвращается из командировки. Ваша дама пошла ему открывать. В вашем распоряжении ровно 30 секунд. Задяйте сходную позицию. Время пошло. Время пошло. Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Пошел! Так. Еще быстрее! Быстрее давай! Быстрее! Быстрее давай! Е-мое! Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Джентльмэн Шоу». Очень приятно. Ну что, пока ваши клиенты, так сказать, в укрытии, расскажите, как вам пришло в голову организовать такой необычный учебный центр? Да случай у меня был один. Ну, прямо скажем, жизнь сама и подсказала. Представь себе военный городок на Рьенмаре. Ну, я, блин, молодой еще. У полковника жена тоже молодая. А этот козел, понимаешь... Простите, кто? Ну, полковник неожиданно с учения возвращается. Ну, я сам, понимаешь, несколько часов в шкафу провел без воздуха совершенно. Потом с балкона, потом по голой тундре до утра, как говорится, в чем мать роголота. То есть, ну, в одних погонах. Ну, а когда из больницы вышел, думаю, ё-моё, сколько нас таких мужиков на свете? Ну, и решил бизнес открыть. И что, дело пошло? Ну, от клиентов отбоя нету. Что же вы эту шубу нафталином посыпали, а? Тяжело в учении, легко в лечении. Шутка. Ну, иди, иди, мой хороший. Иди, проветрись, иди. Простите, и всё-таки зачем вы так их? Мужья-то нынче у нас нетренированные, в основном хлипкие. Ну, это смотря какие мужья. Я тут рядом ещё один центр открыл. Для мужей, которые любят внезапно из командировки возвращаться. Так что, без работы не останемся. Прошу прощения, служба. Простите. Итак, продолжаем занятие. Даю вводную. Воображаемый противник. Уже в квартире. Отступление только через балкон. Напоминаю, шестой этаж. Первый. Пошёл. Второй. Пошёл. Третий. Пошёл. Что значит? Тогда считай, муж уже пришёл. Пошёл. 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 Друзья мои, я очень опечален. В последнее время я не научилась подделывать даже меня. Поэтому настоящие 100 долларов, это 100 долларов с моим волшебным портретом. То есть, если вы на меня смотрите прямо, то я на вас смотрю вот так. А если вы смотрите на меня немножко сбоку, то я вам хитро подмигиваю. Оригинальные 100 долларов из Америки. 100 долларов с волшебным портретом. И все-таки, джентльмены, в вопросах эмансипации страны Запада продвинулись значительно дальше нас. В Финляндии, например, женщина даже занимает пост министра обороны. А вот как вы думаете, сэр, может ли женщина быть министром обороны России? Не думаю, сэр. Почему? Потому что слова, которыми обычно пользуется министр обороны России, женщина вряд ли решится произнести. Вы слышали, сэр? Для знаменитых западных фотомоделей Синди Кроуфорд и Клауди Шифер, прошлый год оказался неудачным. Они расстались со своими мужьями. Так что, получается, эти очаровательные девушки сейчас свободны? Получается, да. Ну, в таком случае, сэр, я бы не считал этот год неудачным. Приятная новость для наших женщин, сэр. Суперзвезда Голливуда Сильвестер Сталлоне дал слово, что он больше никогда не женится. Ну и что же здесь приятного для наших женщин, сэр? Ну как, теперь они уже могут не переживать, что он, не дай бог, женится на другой. Как добиться успеха у женщин? Казалось бы, вопрос вполне риторический. И все же. Откроем рекламную страницу газеты «Аргументы и факты». Читаем. Эротический аромат сделает вас неотразимым. Французские парфюмеры предлагают новое чудодейственное средство для мужчин. Ну что ж, нашим телезрителям наверняка было бы интересно посмотреть хоть на одного такого человека, которого этот самый эротический аромат сделал таким, как обещает реклама. А вот, по-видимому, и он. Здравствуйте. Программа «Джентльмен шоу». Можно вас? Простите, если я не ошибаюсь. Да-да, вы не ошибаетесь. Это оно, эротический аромат. Ну и что, действует? О, конечно, действует. Один раз побрызгался, и вот уже целый месяц хожу. Два шага от дома отошел, и вот. Ну что ж, поздравляю вас, такие очаровательные девушки. Признаюсь, я бы и сам. Да, знаете, я бы на вашем месте не торопился. Почему? Скажу вам откровенно, это средство имеет одно побочное действие. Да ну ерунда, ради такого успеха у женщин обращать внимание на какое-то побочное действие. Я себе представляю, только вышел на улицу, сразу очаровательная девушка. Ну да, потом с ней домой. Мягкая музыка, приглушенный свет, кофе, коньяк. Ибо тут как раз все и начинается. Ошибаетесь. Вот тут как раз все и заканчивается. Но почему? Потому что вот тут как раз и начинается побочное действие. С праздником, дорогая! С 8 марта тебя! В эфире 8 мартовский выпуск «Одесских итогов». С праздником, милые женщины! Как обычно, начинаем мы наш выпуск с традиционного социологического опроса. На этот раз в нем участвовали исключительно представительницы прекрасного пола. Им был задан вопрос, который больше всего любят задавать мужчины. Девушка, который час? Были получены следующие ответы. Я на улице не знакомлюсь. 50% Купи часы, а потом приставай. 40% И, наконец, уже 7 утра я хочу хоть немного поспать. 10% И только в одном случае на вопрос «Девушка, который час?» Был получен ответ. Протри глаза, козел! Из чего следует, что это была никакая не девушка, а ваша жена. Продолжаем 8 мартовскую тему «Одесских итогов». Как создать женщине свой имидж? Свой, так сказать, неповторимый оригинальный образ? Я думаю, что этот вопрос интересует очень многих наших телезрительниц. И вот сегодня, в день 8 марта, к нам в студию «Одесских итогов» пришел человек, который уже многие годы помогает женщинам найти свой образ. Для которого это профессия. Сегодня у нас в гостях знаменитый визажист, человек, который разработал образ многих наших эстрадных див, Эдуард Глебович Иннокентий. За собой не позовем. Простите, вы сегодня так необычно выглядите. Это что, ваш новый имидж? Да. Но это вам. Спасибо. Вы понимаете, я художник. И прежде чем начать работу над каким-то новым образом, тем более, если это образ женщины, я должен войти в ее состояние. Я как бы должен стать ею. Понимаете? А потом уже начать работать, трудиться. Ну, хорошо. А скажите, над кем конкретно сейчас вы работаете? А вы не узнаете? Нет. Ну, как же. Это известная наша певица, танцовщица. Я думаю, зрители ее хорошо знают. Но и все-таки не могли бы вы раскрыть секрет и сказать, кто именно? Ну, я считаю, что это некорректно, потому что работа еще не закончена. Но могу сказать только, что это одна из участниц знаменитого триодепрессия. Нет, но все-таки интересно узнать. Там женщин вроде две. Да, но такая с бородой только одна. Ну что ж, уважаемые телезрители, на этом женская тема одесских итогов исчерпана. С праздником и до новых встреч с женщинами. То есть в эфире. В эфире джентльмен-шоу. Видите ли, в этом месте передачи я не должен был появляться. Но понимаете, сегодня так все-таки хочется сделать женщинам что-то приятное, поэтому я и появился. Продолжаем джентльмен-шоу. Чем заняты мужчины в канун 8 марта? Естественно, покупкой цветов. Кто собирается подарить их жене, кто матери, кто подруге. Ну а герой нашего следующего репортажа купил свой букет для несколько иной цели. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Жентльмен-шоу». Очень приятно. Здравствуйте. Простите, кому вы решили подарить свой букет? Владимиру Ильичу Ленину. Кому-кому? Ленину. Ленину на 8 марта? А что откладывать? Подержите, пожалуйста. Вот. Во вчерашнем номере газеты я прочел. Один американец купил в России памятник Ленину, перевез его в Нью-Йорк и установил на крыше своего дома в Манхэттене. Ну? Ну вот я и решил поехать в Нью-Йорк и возложить к этому памятнику цветы. Что? А что? Цветы я уже купил. Сейчас телеграмму Зюганову отправлю. Пусть коммунисты мне дорогу оплатят. Простите, но зачем вам ехать в Нью-Йорк? У нас же, по-моему, своих памятников Ленину полно осталось. Понимаете, здесь еще, слава Богу, есть кому ему цветы принести. А там, в Нью-Йорке, кто ему кроме меня цветочки положит? Извините. Ну неужели вы думаете, что коммунисты вам действительно дорогу оплатят? А почему нет? Ну вы представляете, сколько стоит билет в Нью-Йорке обратно? Так я же им сэкономлю. Мне ведь только в одну сторону. Извините. Я так счастлива оставаться. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, море вновь... Адекалон тройной. Оригинальная русская рецептура. Адекалон тройной. Это такая полезная вещь. Он для меня, как бальзам. Он меня, как мужчину, очень стимулирует. Я его всегда ношу с собой. И только им, собственно, и поправляюсь. И вам, все мужики, советую. А бабы... А бабы пусть пьют ландыш. Адекалон тройной. Русская горечь. Натур-продукт спрашиваете в парфюмерных отделах. Один момент, пожалуйста. Вы обратили внимание, джентльмены, как все-таки любят у нас смотреть мексиканские телесериалы? А, по-моему, сэр, это просто способ отвлечься от наших сегодняшних трудностей. Мне кажется, что как только эти трудности будут преодолены, наши люди тут же перестанут эти фильмы смотреть. А мне кажется, джентльмены, что наши люди тогда тем более будут смотреть мексиканские телесериалы. Почему? Ну, потому что в этом случае их уже ничто не будет от этого отвлекать. Да, джентльмены, все-таки прав был поэт, когда сказал о русской женщине. Помните, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ну, это было раньше, сэр. А сегодня, как известно, даже знаменитые французские модельеры с удовольствием приглашают представительниц России в качестве манекенщиц. Ну, я думаю, джентльмены, одно не исключает другого. Что вы имеете в виду? А то, что войти в горящую избу в платье от Диора по-прежнему способна только русская женщина. Большинство женщин, как известно, очень тяжело переживают даже краткую разлуку с любимыми мужьями. А что делать, если мужу, например, по долгу службы нужно отлучиться на неделю, а то и больше? Раньше любящим женам в этой ситуации оставалось только тосковать. Но сегодня у них есть возможность обратиться в недавно созданную фирму с не совсем привычным, на первый взгляд, названием «Муж на прокат». Здравствуйте! Я из фирмы «Муж на прокат». Называли? Да-да-да, входите. Ага. Подождите, на сколько мужа заменить? На вечер, на сутки? Я не знаю, но давайте для начала на часок попробуем. Маловатый, конечно. Ну, да ладно. Распешите, пожалуйста. Как ваше имя? Мария Тихоновна. Можно Маша? Маша. Ну, хорошо. Ну, что ж, Машенька, пожалуй, начнем. Так, Маня, я устал, как собака. Что у нас из еды стоит? Ставь, я смогу. Опять рассольник? Каждый день один рассольник. Пересолим! Они будут доесть. О, где моя газета? Здесь всегда была моя газета. Где газета? Ну, футбол переключи. О, такие штрафы. Уйди. Так. Ну, час будет. Куда же мы бегаем все? О, Мальчик. Время вышло. Спасибо большое. Не вышло. Извините, а можно продлить? Да, вам на сколько? Если можно, до утра. Ну, вы должны понимать, это ночная смена, двойной тариф. Меня устраивает. Пожалуйста, распишитесь. Так. Что смотришь? Спать пора. Василий. Смей. Ну, смей. Я спать хочу. Ой, что у тебя за руки? Как нафиг? Это кончится все. Ну, точно. Хеллоу, друзья. С вами много лет филимонов. А в эфире наша лучшая, на этот раз, восьмимартовская десятка анекдотов. На десятом месте, как обычно, тетя Сима из Одессы с анекдотом. Вернулся, как-то неожиданно муж домой из командировки. На девятом месте, сосед тетя Симы, который в результате этого домой уже не вернулся. На восьмом месте, астролог-любитель с анекдотом. Встречает как-то Винни-Пух Пятачка и говорит. Слышь, Пятачок, а я знаю, что с тобой будет, когда ты вырастешь. Ты что, мой гороскоп прочел? Да нет, книгу о вкусной и здоровой пище. На седьмом месте, инспектор Горано с анекдотом. Спрашиваю как-то Вовочку. Вовочка, ты учительнице на 8 марта цветы подаришь? А зачем? Это когда я за ней ухаживал, цветы дарил. На шестом месте, сторож музея КГБ с анекдотом. Встречает как-то Мюллер Штирлица и говорит. Штирлиц, дружище, где это вы ходите? Вам уже два раза из Москвы звонили. А тот ему, а вы что, группенфюрер, сами не могли им все рассказать? Вы хитрец, Штирлиц. Как рассказывать, так я, а как орден Ленина получать, так вы. Хай. На пятом месте таксикоман Федя с анекдотом о том, что он так и не понял, за что его бросила любимая девушка, когда на 8 марта вместо французских духов он подарил ей баночку дихлофоса. Денег жалко, денег жалко. Зато ж нюхать, насколько приятно. На четвертом месте красная шапочка с анекдотом. Пришел как-то серый волк к бабушке и сидит. Она ему, чего это ты меня сегодня не ешь, серый? Ты шо, старая, телевизор не смотришь? Во время еды во рту нарушается кислотно-щелочной баланс и на зубах образуется кариес. На третьем месте истории гражданской войны с анекдотом. Прочел как-то Петька газету «Спидинфо» и спрашивает у Василия Ивановича. Слышь, Василий Иванович, а вот как ты думаешь, шо такое безопасный секс? Ну, как тебе объяснить, Петька? Вот Маузер видишь? Так вот это то же самое, только с глушителями. На втором месте бывший сотрудник наградного отдела ЦК КПСС с анекдотом. Решили как-то на политбюро присвоить Леониду Ильичу к дню 8 марта звание Мисс СССР. А он обиделся и говорит, «А что, просто как с генеральным секретарем вам со мной целоваться уже неприятно». Ну и, наконец, кто же на первом месте? Это популярный одесский анекдот, лидер 8 мартовской десятки. Итак, представьте себе, Одесса в брачную контору Гименей пришел молодой человек. Здравствуйте. Привет. Чай, коза. Да нет, мне жениться. Понимаю. Блондинки, брунетки. А мне по барабану. Мне главное, чтобы невесты денежки прилили. Нет проблем. Дочка Рокфеллера вам подойдет? Мне? Дочка Рокфеллера? Конечно, подойдет. Замечательно. Видите, вы уже согласны. А Рокфеллера? Не торопитесь. Сейчас позвоним в Швейцарию. Алло, девушка? Дайте Швейцарию. Швейцария? Дайте Берн. Берн? Дайте швейцарский бан. Швейцарский бан? Алло, дайте директору. Директор? Здравствуйте. Это Михаил Семенович с Одессой беспокойный. Скажите, любезный, вам случайно не нужен директор? Понимаю. Уже есть 40 директоров. Но здесь один маленький нюанс. Этот молодой человек взять Рокфеллера. Что, подойдет? Вот видите, они уже тоже согласны. Да. Ну? Что ну? Все уже согласны. Осталось только позвонить Рокфеллеру и узнать, не нужен ли ему зять директор швейцарского банка. Ну что ж, дорогие друзья, праздничный выпуск нашей передачи подходит к концу. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что основной зритель джентльмен-шоу – это, конечно же, наши милые женщины. Потому что только наши женщины могут терпеть мужчин, которые появляются дома один раз в месяц, причем на полчаса, и тут же на целый месяц опять исчезают. Так что я вновь назначаю вам свидание. Причем на том же самом месте. Вы у себя дома, в кресле перед телевизором, а я здесь, на экране. Только учтите, я приду не один. Есть город, который я вижу во сне, О, если б вы знали, как дорог У Черного моря явившийся мне В цветущих акациях город В цветущих акациях город У Черного моря